Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Волтком, программа Разворот. В студии сейчас я, Артем Липин, звукрежиссер Евгений Копеин. И сегодня у нас в гостях экс-президент Латвии Валдез Атлерс. Здравствуйте! Здравствуйте! Телефоны прямого эфира не изменили. 67-212-93-9 67-213-93-9 Также можете писать нам свои вопросы по WhatsApp 2-3-0-61-91 Ну, много у нас событий сейчас происходит и в Латвии, и в мире, конечно, много. Я хотела с вами обсудить, но, наверное, начнем с такого актуального политического события. В Латвию приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Вы насколько следили вообще за этой встречей его и господина Левица, господина Каренча? Конечно, это очень важный визит. Не так часто французский президент приезжает в Латвию. Миттеран здесь был, Ширак здесь был, но после того в принципе этот уже визит раз в 10 лет примерно. Да, даже реже. Даже реже. Конечно, надо понять, что Франция больше подлежит той части Евросоюза, которая связана с Средним морем. Мы больше Балтийское море. Как и не это странно, да, экономика и экономические связи, ну, они по регионам распределены. То есть, я думаю, что меньше здесь будет какого-то экономического эффекта, да, то есть, сотрудничества Латвии и Франции, да, чем больше это все политический визит. То есть, визит, где обсуждалась, например, позиция Латвии, позиция Франции, да, на многих вопросах о будущем Европы, да, и, конечно, отношений с Россией. Ну, это, это как классика, да, я думаю, что очевидно, Макрон хочет сейчас стать лидером Европы, поскольку, ну, Меркель уходит из европейской политики и, может быть, из политики вообще. То есть, он чувствует, что это место свободно, он хочет это место занять. Из-за этого и диалог с такими странами, как Латвия и Балтийские страны. Ну, вот, да, вы упомянули, что отношения с Россией, Макрон в своей речи сказал, что нужно вести диалог с Россией, что вот в Латвии там 40% это люди, для которых русские или родные, или близкие к тому. В ответ на это, скажем, господин Левицп уже после того, как Макрон уехал, он сказал, что мы не хотим быть инициаторами этого разговора. Он должен начинаться не с нашей стороны. Как все-таки? Вроде уже и Западная Европа советует начать диалог. Ну, да, определимся так, что советы с советами, но решать-то надо самим. Я не думаю, что когда-то было время латвийской внешней политики, где сказали, что не надо иметь диалог с Россией. То, что в данный момент после Крыма и Донбасса отношения очень холодные, но стабильные, это факт. Потому, что мы живем с границей с Россией, а не французы. То есть, если были какие-то неприятные шаги со стороны России к своим соседям, мы становимся осторожны. Но то, что надо диалог, я думаю, это никогда никто из латвийских чиновников и руководителя министерства внешней политики или даже президента или премьера это никогда не говорит. Это другой, какой есть контекст. Я люблю всегда тогда цитировать Лаврова, будем говорить, когда будет положительный контекст. Это он когда-то много-много лет назад сказал насчет диалога, когда приезжал в Латвию. Это был последний визит Лаврова или президента или премьера России в Латвию. Это было давно. Да. Но если мы говорим уже про ближних соседей, то Макрон приезжал вначале в Литву, потом в Латвию. В Литве он встретился в том числе и с госпожой Тихановской, и со Светланой Тихановской, лидером, одной из лидеров оппозиции в Беларуси. Насколько плотно за белорусскими событиями следите и насколько на самом деле это важно для Латвии, потому что сейчас вроде продолжаются у нас какие-то экономические связи, но уже понемножку Лукашенко говорит о том, что вы либо поддерживаете, либо мы тогда по-другому поведем все эти потоки. Я думаю, что приспособление Лукашенко уже поздновато. То есть, только есть вопрос, когда он уйдет и как он уйдет. И с какой помощью он уйдет. И какие гарантии ему кто-то даст, чтобы эра Лукашенко в Беларуси закончилась. Вы в этом уверены? Я в этом уверен. Он может еще выжить пару лет, но это все равно будем сказать такая. Последние дни или последние месяцы или последние годы, какая разница? Факт то, что он слишком долго был у власти и еще потерял реальность. Он умный, хитрый политик. Я часто говорю, что он самый хитрый в Европе. Но факт, что этот момент, когда надо было что-то делать по-другому, он потерял. Из-за того, что слишком много долгого власти. Отношения с Беларусью и то же самое с Россией. Они наши соседи. Я думаю, что Латвия очень осторожно следит и старается не мешаться, чтобы не было упреков, что мы мешаемся внутренней дела Беларуси. Но, конечно, мы будем поддерживать всех тех, которые будут пострадать от режима Лукашенко. Несколько месяцев демонстраций, но это уже просто так не закончится. А эти все жесты с Лукашенко санкции, непризнание. Извините, это смешно. Он становится смешным. Уже несерьезным политиком. Если посмотреть, как его встретили в России, его встретили на уровне губернатора России. Не на уровне президента. То есть, ему уже показали место и российские братья. Но, собственно, эти российские братья, они не могут продлить режим Лукашенко еще на сколько лет? Ну, тогда будем задавать такой вопрос. Они когда-то любили Лукашенко, они считались этой реальностью, и Россия вообще в своей внешней политике всегда руководится тем, какая военная выгода от того, что имеется отношение с Белоруссией. Там большая военная выгода. Так что они терпели его. Но, просто сейчас Тихановская чуть ли не... Будем так сказать, поддержка настолько, вежленько, вежленько, несколько слов, но это не поддержка по-настоящему, которую Россия может оказать. Просто Тихановская чуть ли не напрямую говорила, предлагала Путину дружбу оппозиционной Беларуси, говорила в своей речи несколько раз о том, что Владимир Путин мудрый лидер и так далее, и даже сейчас ее последнее заявление было о том, что из всех политиков она больше всего хочет встретиться с Путиным, чтобы понять, почему он поддерживает Лукашенко. Создается ощущение, что она ищет диалога, и в отличие, скажем, от той же Украины, это не выбор между Россией и Европой, это выбор между Лукашенко и отсутствием Лукашенко, а так новая Беларусь, она тоже сможет дружить с Путиным, и поэтому непонятно, почему при этом официальная Россия признала Лукашенко президентом, одна из немногих стран, и диалога с Тихановской никакого не ведет. Ну, если опять посмотреть на принципы русской внешней политики, они всегда поддерживают центральную власть. Они поддерживают ОССАДА, потому что он у власти, хоть и он там держался на волоске. Они поддерживают Лукашенко, потому что он у власти. Это основной принцип русской внешней политики. Они не будут никогда поддерживать восстанцев, будем так сказать. Это их принцип. Американцы всегда поддерживают восстанцев, и очень часто нет хорошего эффекта в конце концов. А русские уже знают что Поддержать центральную, ну, когда она будет падать, ну, тогда она будет падать, будет новая центральная руководство и власть, и тогда они будут с ними говорить. И я думаю, что вообще Россия в данный момент очень-очень так осторожна каких-то резких шагов внешней политикой, особенно там, где конфликты. Ну, например, Нагорный Карабах, если мы туда переходим. Потому, что там она говорит, несмотря на то, что у них договор с Арменией в военной помощи, но сейчас риторика, скорее остановите конфликт, обращенный к обеим сторонам, пока нет такой яркой поддержки. Ну, я думаю, что еще меньше. Если предыдущий конфликт, такой большой конфликт, четырехдневная война, там Россия реально остановила эту войну, повлияла на обе стороны и остановила. А сейчас как-то странно, да, Россия так медится с такой позицией, она нерешительна. Она что-то ожидает, трудно сказать, даже если посмотреть на риторику. Я понимаю, что азербайджанцы всегда говорят, это наша территория, законы международные на нашей стороне, все резолюции Ирана на нашей стороне. А вдруг армяне начали говорить о поселениях там, армян, что наша земля за последние годы очень резко. Мы будем завоевать новые территории, завоевать новые территории. Не говоря то, что там они реально считаются оккупацией какой-то частью азербайджана. То есть, кто-то их пободрил. Кто? Ну, Азербайджан явно турецкой помощью пользуется. Опять, если посмотреть, я полностью согласен с азербайджанским президентом. Если почти 30 лет минская группа, которая призывала к мирному решению этого вопроса, где были представители Франции, Америки и России, ничего не сделала. Я раньше думал, что они там не успели ничего делать, но я участвовал в некоторых дискуссиях, где дипломаты, которые участвовали в этом процессе, рассказывают, что там были конкретные планы, как создавать автономию, как защищать меньшинство, как это охранять, как будет мирно-творческой силой. То есть, довольно детально обсуждали этот вопрос. Но это все был, как сказать, остановлен. Почему? Потому, что если посмотреть на ситуацию России, если есть конфликт, есть запрет продажи оружия. Западный мир не продает оружия ни Армении, ни Азербайджану. Россию продают обеим сторонам. То есть, она могла это остановить уже корни, потому что просто не давать, чем стрелять. Ну, все равно бы у них был, опять-таки, Азербайджан открыто признал турецкие дроны, например, у себя уже. Но сейчас уже ситуация другая, потому что в минской группе Турции не участвовала, это была, может быть, и ошибка, потому что Турция все-таки региональная большая власть, то есть, большая страна с очень большой армией, которая может проведать на эти все процессы. Ну, в данный момент уже Эрдоган заговорил, что не вмешивайте там, даже сказал всем трем президентам, не вмешивайте, пусть они там разбираются. Ну, то есть, если так обобщить, то международная реакция на этот конфликт настолько ленивая, что война идет настолько жестоко уже, что остановить его будет очень трудно. А с чем вообще, кстати, связана такая отсутствие реакции? Потому что этот регион не такой важный, не такой интересный для международной политики? Или просто сейчас умы всех сильных игроков заняты другими проблемами? Я думаю, что это последствия в том, что все, как сказать, имеют опыт Либии, имеют опыт Сирии, имеют опыт Донбасса, то есть, ну, война стала какой-то нормальным процессом в нашем мире для больших супер-пауэр. То есть, там вот маленькие страны что-то ворошатся? А эти все, которые называются конфликты, там есть присутствие всегда всех этих больших государств. То есть, я думаю, они не настолько сейчас запутались, что они не могут идти против резолюции обмененных наций. Да. То есть, ну, они зашли в такой ситуации, что что-то делать надо, а единственное такое, что вообще, давайте жить мирно. А что после вот этого, ну, перемирия, да? Что на следующий день? Будет там мир? Очень трудно даже перемирия достигнуть, да? Я считаю, что, ну, что, например, вот то, что изменилось военная ситуация, да? Что Азербайджан уже, как сказать, заходит в территории, которые он считает своими, да? Очень трудно говорить, что они делают неправильно. То есть, ну, тема переговоров будет совсем другая. Совсем другая. Из-за этого и все медлят. Все медлят. Но единственное там заявление, да, генсек НАТО сказал, да, что турки, пожалуйста, повлияйте на процесс. Ну, то есть, ну, не надо играть огнем маленьким. Он потом становится большим огнем. Я думаю, что вот эта, ну, ленивость, я именно говорю, ленивость, нежелание, да, там, активно действовать, там, там, это большая работа, потому что, там есть большая ненависть и борьба за святую землю. Ну, она вот довела до этого. Она реально довела до этого. Потому что все, я тоже был президентом, всегда сказал, мадридские принципы, минская группа. Но минская группа ни черта не делала. И тогда Минск уже становится странным словом, да, в случае Донбасса тоже минское соглашение. Еще сейчас минский Лукашенко. Ну, Лукашенко какое-то время просто играл вот этого миротворца. Он как-то эту карту разыграл, но упустил ее, когда выборы прошли. Конечно, мы так обычно говорим, ну, там, лидера ничего не значит, но с переменом лидера, политического лидера в Армении, да, риторика стала намного жестче. Призыв к войне, призыв к заявлению новых, так сказать, стало намного жестче. Еще не понимаю, они имеют 8 провинций, оккупированных Ажбанской территории, они еще говорят, давай зовем еще. И почему конфликт начался там, где есть транзитные провода газа и нефти? Там не Карабах, там нормальная граница между Арменией и Азербайджаном. То есть, какие провокации и какие спецслужбы за этим стоят, я не буду гадать, да. Ну, просто, ну, молодые люди умирают. И только если смотреть на этническую чистку, Карабах, она уже прошла 25 лет назад. То есть, есть вот эти беженцы, которые живут, ну, там, около города Ганжи, там, за горой, там, Карабах. Они там живут уже, как беженцы, да, почти 30 лет. То есть, вот как вернуть туда жителей, да, как им сказать, что там будет спокойно, без насилия, жизнь, это очень трудный вопрос. Ну, таких же территорий достаточно много, к сожалению, на планете Земля. И в том числе и не только новых, тот же сектор газа, скажем, примерно в такой же ситуации, как на Горной Карабах, где две страны не могут поделиться никакой. Будем говорить так, каждый конфликт немножко имеет свою историю. Ну, да, разумеется. Я так сравню большие страны. Индия и Китай имел конфликт. Так до сих пор, да. Подождите, военный конфликт. Он продолжается в раунде, там, по-моему, полтора дня. Почему? Потому что большие быстро позвонили друг другу и решили, несмотря на жертву, несмотря на асимметрию жертву, просто остановили, потому что у них есть власть. А здесь большие все смотрят, я еще раз подтвердил, Россия морально ответственна за это, реально морально ответственна была. Потому что уже поздно заходить там, как миротворцами, потому что они ведь дали оружие. Они дали, они могли давно это все прекратить. И опять, на Армении есть военные базы России, на земле Азербайджана нет. Последний был локатор такой, как у нас в Скронде. Ну, там аренду не продлили, так что. Но там есть уже асимметрия. Там уже дружба-дружба, но она асимметрическая дружба. 67-212-93-9, 67-213-93-9, это телефоны прямого эфира. У нас в гостях экс-президент Латвии Валдез Атлерс. Также вы можете писать, задавать свои вопросы по WhatsApp-у. 2-3-0-6-1-9-1. Если немного отвлечься от таких уже европейских или околоевропейских событий военных, мне кажется, наверное, самое важное политическое событие остатка года – это выборы в США. Дональд Трамп и Джо Байден. Там, конечно, все очень непонятно с точки зрения закона, потому что кто победит и так далее. Потом уже и та и та страна готовится подавать уже заранее документы в суд и так далее. Если бы вы сейчас могли бы сдать какой-то прогноз за буквально месяц до выборов, какое будет именно решение народа американского? Перед предыдущим выборным президентом я дал интервью американскому политическому порталу. Я спрашивал, когда это, он задавал мне вопрос, какого президента вы же желаете? Кто бы выиграл тогда между Хиллари Клинтона и Трампом? Я ему просто спрашивал, а когда вы будете публиковать? Перед или после? Перед. Ну, такого, как Америка заслужила. И в данный момент я скажу то же самое. Такой президент выиграет, какой Америка заслужила. Вот что очень мне не нравится, потому что это уже эрозы демократии. Обычно есть молодые демократии, они всегда оспаривают результаты выборов, как сейчас в Кыргызстане. То есть, ну, потому что они не доверяют системе. Американцы-то доверяют этой системе. А почему вдруг так? Я буду оспаривать результаты. То, что был пересчет голосов, это было даже между Бушем и Аллом Гором. То есть, они очень скрупулезны, бюрократичны и так далее. Но перед тем говорить, ну, это очень плохой сигнал. Но это конкретно же, наверное, Трамп просто, его личность анастасическая, нет? Если я бы сказал, что американцы его заслужили, ну, я буду противоказанное сказать. Не стоит так говорить. Не стоит так говорить, по-моему, даже американцы такого не заслужили. Ну, в целом, просто, что меня еще удивляет по поводу американских выборов, и удивляет уже давно, это возраст основных кандидатов. Потому что, казалось бы, против Трампа логично было выставить какого-то молодого. У них был Пит, этот Бутли Джедж, если я правильно произношу его сложную фамилию. А в итоге, вот, Джо Байден, которому, если он победит на момент становления, начало президентского срока, будет 78 лет. Вы знаете, если в Италии президент 90 лет, это ничего. У них там принято, да, реальная власть у премьера. Если Америки, ну, так, старый сеньор становится президентом, да, это проблема. Потому что это исполнительная власть все-таки. То есть, он должен быть в форме 24 часа в день. И без выходных, да, все 4 года. Но для этого надо хорошее здоровье. И не только остальное. Но там есть, по-моему, такой чисто психологический элемент, да. Чем старше президент, тем больше влияние советников. Да, говорили о том, что Камала Харрис, в случае победы Байдена, она кандидат в вице-президент. Она получит больше власти, чем больше вице-президента. Это нормальная, потому что это жизненная логика. То, что Трамп не берет никого в голову, да, это просто так, ну, как говорит по-английски, exception. Это, ну, как это будет русский. Исключение. Исключение. Ну, это его личное... Вообще исключение. Ну, Америка такое исключение заслужила. Ничего ты делаешь. Сам и выбрали. Наденьте, пожалуйста, наушники. У нас есть несколько звонков. Давайте мы их примем. Да, здравствуйте. Не успели. Запознайте еще раз. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы не устали говорить, что Россия виновата? 30 лет одно и то же. То она вмешивается, виновата. Не вмешивается, тоже не виновата. На свои проблемы не хотите посмотреть? Сколько они граждан, запрет русского языка. Придумали легенду какую-то об оккупации советской. И под эту дудку грабить население Латвии? Спасибо. Ну, там вторая часть оставила. Она такая больше национальная. На вторую часть я отвечу довольно резко. Говорить, что оккупации здесь не было, что не было депортации, и чтобы не было без суда просто уничтожены, израсстрелянные люди, это просто не знаю что. Это реальность. Как это все описывается, это другое дело. И каждый описывает со своей стороны, со своей боли, но это была реальность. Насчет виновата, не виновата. Вы понимаете, если мы будем говорить о происходящем где-то, даже в Венецуэле, конечно, там Россия ни при чем, даже если она там делает вид, что помогает. Ну, а Россия всегда говорит о сфере интересов России. И Армении и Азербайджан, это включает в сферу интересов России. То есть, она не только виновата, я не говорил виновата, она ответственна за это. То есть, если ты уже говоришь о этой территории как о своей сфере интересов или влияния, ты должен влиять, ты должен быть ответственным за что. И не надо путать Карабах с Латвией, ну, не надо, ради бога, не надо. У нас этого никогда не было, у нас войны не было, и я очень счастлив в этом. У нас даже грубых конфликтов этнических не было за все 30 лет. И это большая разница. А там воюют. Здесь мы можем дать свободу высказаться, как хотите, только не надо... Нарушать закон. Нет, не надо нарушать закон, и правильно сказать. То есть, не надо сеять ненависть. Вот этого не надо. А там никаких законов. Там просто стреляют друг в друга. Фраза слушателей, которая меня зацепила, что если захват, если вводят войска России, когда вмешиваются, то она виновата, если не вводят, то она виновата. Или ответственно, как вы формулируете. В том плане, что если мы вспомним конфликт в Украине, ведь вначале начался Майдан, и только потом Россия, скажем так, под шумок вошла и забрала себе Крым, и там помогла Донбассу, Луганску. Но если бы, например, Россия не вошла бы, а в Украине случилась бы гражданская война, не говорили бы мы о такой же ответственности моральной. То есть, мы как бы больше скорее по исходу судим, а не по действиям. Нет такого? Это сложно ответить. Потому что все потом умные, включая меня. Но факт то, что вот скрывание российской военной присутствует, это точно. Почему в Украине не было авиации? Если авиация, она чисто российская авиация. А артиллерии черт знает кому принадлежит. Танки там. Так вот, а почему в Украину нельзя, а в Армению нужно, по вашему мнению? А в Армении российские войска нигде не участвуют. Так в том-то и дело, а вы говорите, что это ответственность, что Россия не остановила этот конфликт. Я говорил только об одном. Она продала оружие. Хорошо, я понял. Если она продала оружие, она должна бы понять, что они будут стрелять. В какой-то день они будут стрелять. И не будут слушать больше. Факт то, что это совсем другая ситуация. Она имела рычаги влияния. Она их не использовала. Украина это совсем другой рассказ. Совсем другой рассказ. Я как помню все эти белые колонны машин, хуманной помощи, которые внутри было, ну, черт знает что. Я так скажу, очень так грубо. Но это была спецоперация. Реально это была спецоперация. И Майдан. И те, которые были под Майдан. Помните, что сказал Лукашенко, когда он задержал вагнеровских бойцов? Я не допущу нового Майдана. Сказал он до выборов. И до выборов. Он задержал их. Сказал эту фразу. Потом их выслал. Или я просто вернул в родину. Да, да, да. После своего выбора. Но, в принципе, это, конечно, мое субъективное. Он реально спас Белоруссию от Майдана типа. Вы правда так считаете? Я так считаю. Вот это интересно. А как бы была ситуация, на ваш взгляд, ну, примерно, если бы он не выслал этих вагнеровцев? Если он не задержал. Ну, да. Если бы он их не задержал, если бы они остались. А почему они были там? Ну, просто сейчас у них протесты много недель. Почему они там вдруг перед выбором, большая группа бойцов. Да. Профессиональных, да. Приезжают белорусы. Зачем? Ну, по официальной версии России они приезжали. Да, басник, что они ехали в Стамбул смотреть Святую Софию. Ну, извините, кто там и верит. Шпиль красивый, да, это напомним. В принципе, они приехали на всякий случай. А всякий случай, если начинается злоопределение власти с обеих сторон. Да. Они вмешиваются. Как они вмешиваются? Стреляют в обе стороны. То, что было в Майдане. Кто-то стрелял в обе стороны. То есть, мне кажется, что они бы эскалировали эту конфликцию. Да. И была бы сейчас там не протесты, а вот прям гражданская война с перестрелками и смертями. Ну, ничего хорошего, конечно, в этом нет. Вы говорите... Слушай, что они стреляют и не убивают. Ну, то, что там садят за тюрьму и жестоко избивают мирных жителей, это, конечно, плохо. Ну, все относительно. Ну, смерть вела бы хуже. Еще один звонок у нас есть. Давайте мы его выслушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот ваш гость насчет вот этих 30 бойцов. Во-первых, это была американско-украинская операция. Пусть он его вот по этим хорошо поинтересуется. И эта операция как бы провалилась. Это все украинские спецслужбы все это признали. И никакого отношения к Белоруссии, как бы, к Майдану Россия не имеет. И все это, что могло быть, это только Запад. Запад финансировал. Спасибо. Извините, а у вас есть какой-то еще вопрос? У гостя нашего опыта? Вопрос в том, чтобы человек не заводил людей в заблуждение, а попытался как бы этим поинтересоваться. Спасибо. Я понял. Ну, тут не вопрос, скорее, утверждение. Я очень коротко отвечу. Да, да. Это то же самое, что новичок Навальный принял сам, и новичок сделан в Латвии. Ну, хотите, верьте. Надо проверить. Да, действительно, проверить. На всех случаях напомню, что у нас в гостях экс-президент Латвии Валдий Затлер с телефона прямого эфира 67-212-93-9, 67-213-93-9. Или также можете писать нам по WhatsApp-у 2-3-0-61-91. Ну, тут, кстати, нужно сказать, комментарий к звонящему про киселевскую пропаганду. Ну, не будем уж тогда это оставить. Каждая страна имеет свою пропаганду. Будем реалисты, да. Так что там ничего плохого нет. Если вернуться, хуже, все-таки, к местным делам, к латвийским, тоже у нас яркое политическое событие. Это, конечно, были выборы в Рижскую думу, где победило объединение от Истерии Парр прогрессивной. Вот у них уже первые заседания проходят. Господин Стаке стал мэром. Как вам кажется, тот факт, что Рига будет управлять фактически та же самая коалиция, что и Сейбом, ну, с небольшими изменениями, это скорее плюс городу, что будет действительно более налажен диалог? Или скорее минус, что Рига потеряет некоторую свою автономность и станет, ну, не знаю, будет работать на пользу, скорее, государства и правительства, чем на пользу горожан? Во-первых, Рига будет работать на себя, только с помощью правительства, которое есть в государстве. Обычно, если посмотреть на политические ситуации в других странах, всегда мэр в столице, это часть правящей коалиции или партии все равно. То есть, об этом, что всегда было так, ну, пока был Ушаков, да, что правительство не желало бы помогать Ушакову, даже если он был в трудностях. Наоборот, пусть сам там путается, да. То в данный момент есть вот эта возможность, что в этой сложной ситуации и путанице, которая в Риге, да, власти Риги могут обратиться к властям государства, да, за помощь. Это плюс. Будет ли быстро какие-то перемены? Думаю, что нет. Ему год уйдет, пока они разберутся. Разберутся даже структуры. Я не говорил уже каких-то действий, которые повлияют на положительное, и мы все в Рижане будем это видеть. Первый год ничего не будет. Это точно. Потому что, ну, каждая коалиция строит вот этот хозяйственный механизм, да, управления городом по-своему. Ну, будем так сказать, 10 лет здесь было управление и структура, какую хотел Ушаков, почему больше его нету, да, и партия проиграла. Это очень важный вопрос. А у вас есть на него ответ? Это надо ответить в согласии с самим. Я всегда уже у вас тут несколько лет уже говорю, да, если согласие не будет меняться, они потеряют и это. Потому что, ну, жизнь не становится. Восплочение его круга Урбановича, ну, это, как сказать, люди старой закалки, да. Но нам ведь нужна молодежь. Нам нужна молодежь, которая приходит в политику, которая имеет взгляды сегодняшнего дня, а не взгляды, там, 30-летней давности. То же самое, что Лукашенко, но колхозник до сих пор. Но ведь у нас, по крайней мере, часто звучит такое мнение, и с ним, на самом деле, бывает даже сложно не согласиться. Иногда вот у нас появилась новая партия от СТБ пар и прогрессивные, в большинстве своем новые молодые лица. Они приходят, вот, в Сейм прошло только от СТБ пар, в Реческую думу как объединение, но там они объединяются с новой консервативной партией, с новым единством, с национальным блоком и так далее. Это партия, которая существует в Латвии уже десяток лет, если не больше. И создается ощущение, что если какие-то отдельные лица меняются, но в целом коалиция остается та же самая, без изменений. Новая – это прогрессивные. Они реально новая партия. От СТБ пара – это перестройка от партийцев других партий. Прогрессивные – это точно новая партия. Но они вот объединились. Она левая партия. Она левая, да. То есть, она реальный конкурент согласию. А прогрессивные имеют больше всех депутатов в Рижской думе. То есть, ситуация опять совсем другая. Сплочение вокруг старого Урбановича не даст им никаких успехов в Риге. Ну, вот прогрессивные, больше всего имеют депутатов в Рижской думе, но опять у них коалиция. Левая партия объединяется с максимально правыми. И понятно, что в Риге это какой-то вопрос хозяйственный и так далее. Я с вами абсолютно согласен. Они намного легче объединиться, потому что они видят хозяйственные проблемы и хотят их решать. То есть, им объединиться вокруг хозяйственных проблем намного легче, чем объединиться во время на уровне государства, на уровне парламента, на счет политических атаки. Потому что там можно потерять партийную личность, то есть, идентичность. Правильно я сказал? Да, да, да. И потерять доверие избирателей, которые голосуют за своих. То есть, если там пойти в коалицию, там довольно трудно сохранить вот эту свою личность, которая отличается от других. Мы будем смотреть, какие будут новые парламентские выборы, там будет совсем другая ситуация. То есть, вам даны 4 года, вот справляйтесь. Ну, а что за 4 года сделать, то и будет. Или не будет ничего. Уже партия Каменьшина реально ушла от всего. А не исключено, что еще какая-то просто уйдет. То есть, не попадет в САИМ. То есть, нам надо привыкнуть, что это все нормально. Мы можем говорить, это нам нравится, это нам не нравится, я бы хотел вот такую партию или такие лица. Но в основном то, что меняются люди, это нормально. То, что они спорят политически, это нормально. То, что они побеждают или проиграют, это тоже нормально. Это демократия. Главное, что нам важно в Латвии, не отступить от демократии ни на миллиметр, ни на микрон. Потому, что вот это разнообразие мнений и взглядов, она существует у нас. И мы все это уважаем. И никто не скажет, что вот, ну, статистый, Ушакова не скажет, я так просто не уйду. Он не сказал так. А Трамп сказал, я просто так не уйду. Это Лукашенко сказал, я так просто не уйду. То есть, нам вот эта ценность, которую нам снимает, что свободный выбор. И даже если очень перепроложенные взгляды, если на хозяйственные проблемы они могут объединиться и решить, не только решать, но решить, то это нормально. Это даже хорошо. А вам не кажется, что понятие коалиции и оппозиции, оно ограничивает латвийскую политику? Я сейчас немножко поясню свою мысль. Мы знаем, что когда был избран Сейм, коалиция вот образовалась из пяти партий, что уже очень, и мы видели, как это неравномерная структура. Иногда и друг против друга, особенно на уровне министров выступают, там было несколько конфликтов. Но в итоге в этой коалиции политической, не хозяйственной, как на уровне самоуправления, а политической, существуют партии с очень разными взглядами. Те же от истевая пара, они все-таки позиционируют себя как более левую партию. Не такую левую, как прогрессивные, конечно, но левоватые, скажем так. Это, так сказать, совкупие либерализма и левых взглядов. Да, и поэтому с политической точки зрения им выгоднее, ну не выгоднее, а логичнее было бы объединиться с согласием, которые тоже себя позиционируют, по крайней мере, как социал-демократов. Но с согласием никто не хочет объединяться из тех, кто хочет быть политически активным. Я думаю, что лучше всего об этой ситуации может рассказать Вячеслав Домбровский. Он был последним председателем партии «Реформ». Потом он был в партии «Вену Тиба». Потом в согласии. И сейчас вот. И сейчас уходит из согласия. Он может на этот вопрос очень хорошо ответить, потому что он имеет право сравнивать. Он на себе имеет опыт, что есть что. Вы понимаете, да, с чем сталкиваются западные страны, ну хоть та самая Германия, что общество становится настолько уже разным из многих групп, довольно сложная, комплексированная, эта вся структура общества, что неизбежно имеется больше партий, чем два или три. То есть, им управлять с коалиционными правительствами надо только учиться. А у нас реально, ну как, все время было коалиции. И как ни странно, да, вы сказали, да, насчет оппозиции, оппозиции, раздел большой. Что-то тот момент, когда я предложил референдум насчет распространства Сайма, в правительстве были только две партии, 50 голосов и только две. То есть, ну, самый оптимальный вариант из коалиции. Но что было? Была распространяя вот эта граница между оппозицией и оппозицией. И из этого, главное, было мое ощущение, да, звать на референдум. Должна быть позиция, которая отвечает, а позиция, которая критикует. Это тоже основа. Не может быть так, что мы тут друзим со всеми. Ну, тогда и бардак со всеми. Но ведь оппозиция критикует, но это ни к чему не приводит. Ну, критикует тебя, пусть там поболтает, мы все равно проголосуем большинством. Умная оппозиция всегда различает хорошие предложения. И может, совместно с оппозицией, но можно просто так украсть эту идею и реализовать. Но это тоже уже достижение, потому что важно, что идея была реализована. Вот эта игра позиции и оппозиции, она должна вести очень умно и грамотно. И в том числе вот это была ошибка у Шакова, что он просто сказал. У нас большинство. Все. А в Сейме не так? В Сейме бывает разным. То бывает так, то не бывает так. Но те периоды, когда не бывает так, всегда Сейм работает лучше. Всегда Сейм, когда берет все-таки команду, часть оппозиции, всегда работает лучше. У нас, к сожалению, время уже подходит к концу. Но есть еще один момент, который я тоже не могу вас не спросить. Ваш личный проект, который год назад очень активно зазвучал в пространстве, это проект освещения памятника свободы. Что с ним происходит сейчас, особенно в эпоху коронавируса? Как продвигается? Ну, мы работаем. В данный момент закончен БУФ-проект. Это проект как? БУФ-проект, ну, смета? Это не смета, это проект, строительный проект в минимальном объеме, который идет на утверждение уже на следующей неделе. То есть, проект есть. Потом будет детализированный проект, который до весны сделаем. У нас есть уже фирмы, конкретные фирмы, которые согласились пожертвовать, как и вот этими столбами, правильно сказал? Ну, наверное. Да, и прожекторами. Так что у нас финансово, я думаю, мы соберем столько, чтобы вот этот проект был уже реальностью 18 ноября следующего года. А в этом году, 18 ноября, мы покажем уже экспериментально, чтобы люди могли посмотреть, как это будет. Ну, на самом памятнике. На самом памятнике. То есть, вот такие у нас планы на ближайшее будущее и, конечно, на следующий год. Ну, да. Спасибо всем, которые пожертвовали, потому что, ну, вот это и опять есть. Свобода, это есть универсальная. Для всех. Если человек чувствует себя свободно, он чувствует себя хорошо. Мне кажется, это отличная фраза для завершения нашего разговора. У нас в гостях был экс-президент УАТ и Валды Затлерс. Эфир провел для вас я, Артем Липин, звукорежиссер Евгений Копейн. Спасибо, что слушали нас и не переключайтесь.